Режим чрезвычайной ситуации сегодня объявили едва ли не по всей стране. К счастью, не по-настоящему, а для проведения масштабных учений. Так, по сценарию, в Нур-Султане талые воды топят частный сектор. В Алматы экстренно чистят русло городской реки Каргалы. А в Жамбылской области залило целое село. Наши корреспонденты следили за тем, как тренируются спасать страну. Сотни спасателей сегодня развернули масштабные действия возле потенциально опасных рек и водоемов. По легенде, которую придумали в министерстве во всех регионах. Вдруг случились паводки. Где-то очень быстро тает снег, растеклись реки, топят частные дома и многоэтажки. Ситуация по задумке аховая, поэтому действует быстро и скоординированно. Больше, быстрее, аккуратнее, давай. Здесь то же самое, под этим. Как признались столичные спасатели, так они отрабатывают возможные ситуации на 29 опасных участках. Заранее возводят дампы, вывозят снег из города и укрепляют берега. Утопить, говорят, в этом году, скорее всего, не будет. Снега выпало мало. А в Жамбылской области, где под угрозой 38 населенных пунктов, от радужных прогнозов пока воздерживаются. По легенде, в селе неподалеку от Тараза растеклась река Талас. Это одна из опасных рек в регионе. Воду, которая пошла в дома, экстренно выкачивали 400 человек с 40 мото-помпами. Как сложится ситуация на самом деле, не знает никто. Готовятся к паводкам и в Алматы. Там, чтобы городские реки не затопили многоэтажки, чистят русло. Как вы сейчас видите, очистка под мостовыми переходами, под мостами автомобильных дорог от наледей и снега. Все это, если в случае большой воды, может служить препятствием. В городе определены 17 паводкопасных участков. Спасатели уверяют, все участки под контролем и почти безопасны. Да и погода в этом году радует. Осадков, считай, не было. А вот у специалистов из Восточного Казахстана после обильного весеннего снегопада появились опасения. Там насчитали сразу 190 паводкоопасных участков. Для предотвращения серьезных наводнений уже взрывают лед на реках и сбивают снежные шапки с гор. Ситуация рапортуют во всех регионах. Пока под контролем. Виктория Савельева, Бахтина Ардаркеев, Ростислав Захаров, Денис Храмов, КТК.